друзья всем доброго времени как меня видно как меня слышно дайте мне обратную связь по 10 бальной системе как наушнички я сниму отлично отлично замечательно я рада вам я рада встречи сегодняшней воскресной и вот сейчас прям мурашки 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 давно не выступала сейчас вообще на вебинарах с нового года практически вот я уж не помню то ли первый то ли второй раз на второй второй или третий и уже очень давно не выступал на конференциях и меня обычно много спрашивают но так как много внутренней работы и сегодня все-таки на день к рай уговорила меня и вы знаете как вот благодарность ей за то что сегодня нас или благодарность вашим ангелом-хранителем потому что они вас подготовили и привелись и на сегодняшнюю встречу она будет не просто не не просто так знаете посидели поговорили сегодня важные изменения произойдут вашим вашем направлении вашем развитии вашей жизни сегодня много будем говорить о тонком мире связи с ним а нашей нашей задачи землян которые здесь все собрались собрались на данный момент и очень хочу сейчас обязательно поблагодарить наденьку рай за то что она предоставила на площадку предоставила такую возможность всем нам встретиться поверьте мне это вот чтобы сошлись и звезды и мы оказались в один день в нужном месте это нужно нужно сверху очень сильно постараться ангелом-хранителем всех нас поэтому благодарность большая наденьке давайте ей аплодисменты смайлики во первых еще хочу добавить вы просто поблагодарите за то что эти люди несут определенную миссию они именно связующие звено между теми людьми которые пришли сюда на данный момент времени воплощения чтобы передать вам важнейшие знания и соответственно вот эта связь она очень важна и вот это вот миссия вот этих людей вот как на один край она достойна уважения и наши аплодисменты им за то что они делают свое такое высшее и высшее предназначение большая им спасибо да 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 вот больше больше любви смайликов радости мы сразу поднимаем свои вибрации и соответственно мы открываемся открываемся для высших в высших озарений инсайтов и соответственно тут же тут же мы настраиваемся на определенную волну которая нам будет помогать в сегодняшней работе раскрыть вот эту тему ангелы-хранители и как с ними связаться и вообще что такое и зачем а и ручка кавинской приснился рада 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 давайте друзья мои знаете мне хочется у вас сейчас спросить кто меня знает поставьте пятерочку кто не знает единичку и кто уходит ко мне на курсы куда-то да уже давно со мной знаком то соответственно десяточку вот тут ко мне будет периодически приходить мой верный друг катенька вот песика если она у меня попадется в эфир не знаю если придет потом покажется тоже вам привет огромный так очень хорошо то есть есть те кто постоянно ходит есть те которые только со мной познакомились здорово я очень рада всем и соответственно друзья мои низкий вам поклон за то что вы развиваетесь то есть наденьку мы поблагодарили а теперь благодарим себя за то что мы идем ногу со временем время сейчас у нас непростое она очень интересная на сегодня тоже об этом мы затронем какую-то тему и благодарность себе 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 родимому за то что вы а в буквальном смысле ну в ангарде человечества вот не просто так вас еще раз говорю суда судьба занесла сегодня для вас многое будет открытие до этого обязательно приготовьте какие-нибудь дневнички какие-нибудь тетрадочки в крайнем случае листочек бумаги обязательно ручку чем как записывать электронный блокнотик да 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 и это важно потому что знаете как правило у меня вебинары длинные но они проходят на эти как на одном дыхании человеку так приседает мне как потом пишут я пошел при вас послушать не знал ничего и сел будет на дно вот знаете как на одну ножку будет а потом понял что 40 минут сижу и и обычно несколько часов проходит вообще незаметно ну во первых у нас плодотворная работа во вторых у нас практически вот мы постоянно какие-то техники практики сегодня мы точно пройдем две может быть иногда я спонтанно делаю три ну в зависимости от того какой запрос от вас будет происходить ну что друзья мы я думаю мы настроились на рабочий лад замечательные на высокие вибрации и и сразу конечно к теме сразу хочу вас спросить зачем налаживать связь с духовными кураторами значит если вдруг я не сразу буду отвечать кому-то на ваши какие-то вопросы и пожелания и прочие какие-то вещи обязательно скопируйте это и ставьте чуть ниже ну чтобы узнать как ну чат убегать листать неудобно а всегда я как-то вот на все вопросы отвечаю так с оксаночка михайлова пишет благодарю вселенной наставнику полину как учителя надюши как возможности я всех нас и себя за обучение прекрасно полный расклад таксан здорово да всем 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 поклоны низкие и наша наставник ну что друзья мой вопрос к вам уже на думаю что многие пишут и тут кто первым нам напишет наши аплодисменты так 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 зачем же налаживать связь с духовными кураторами их можно называть как угодно кому как близко значит ох не спросил у вас кто верит а кто не верит давайте еще знаете давайте быстренько сделаем тест такой небольшой 10 баллов верю что они есть они не ведут 0 баллов ни во что не верю и соответственно не ведут никто и вообще вот не надо а так вот светочка булок написал не совместные работы очень хорошо свечки наши аплодисменты первые как и горела так 10 10 10 будьте здесь честными не смотрите на те ответы которые другие дают и если действительно у вас не знаю цифра какая другая это тоже нормально а вот светлана мечаева пишет не верю а знаю так 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 прекрасно если хоть один человек который есть какие-то сомнения дайте мне одного хотя бы и с кем работать отлично на молодцы на самом деле здорово но игры все уже мудрые души подготовлены немножко бы погромче ага жанна сейчас попробуем здесь у нас есть регулятор и сейчас сделаем сейчас вы мне говорите как сейчас по пиццейбальной системе как меня слышно потому что переборщишь иногда будет хуже так нормально да так хорошо отлично очень хорошо 55 даже отлично ну здорово молодцы иркаинска случайных людей нет точно вообще случайности не бывают все обусловлено все случается вовремя и за этим стоит огромный всегда смысл происходящего и так друзья мои давайте отвечаем на вопрос зачем налаживать связь с духовными кураторами пока вы пишите я как бы скажу что некоторые люди их называют духовными кураторами наставниками ангелохранителями кстати потому что написать переписать тоже как вы их называете ближе наставники ну это знаете как вот значит я в основной своей деятельности работаю как регрессовок гипнотерапевт который водит людей прошлой жизни тонкими по методикам майкла ньютона и соответственно вот у него есть такой термин как кураторы да то есть не ангелохранители хотя вот это ангелохранители очень близко ну это как из религии идет и так далее мы разбирали вот эту разницу если на между наставниками и значит ангелохранители храните хранительность тонкого мира брали информацию и нам дали различие действительно это есть но так как близко многим вот именно это понятие то соответственно я как бы и эту тему заявила как связь с ангелохранителя но это даже не важно значит вот кто вам близок вы считаете что вас кто-то ведет вот как хотите их называйте как говорится да как как только не назови там кого-то да от этого не станет другим хотим вибрации определенного порядка действий конечно по по даже по названию условий так и я на вопросе ки сейчас вас ваш ответ отвечать начну лубочка березняк пишет получать подсказки помощь люда селиванова ученики готовы приходит учителя значит мы готовы очень хороший ответ а леночка наставники они ведут и помогают оксана михайлова наставники мне они помогают при принимать правильное решение так очень хорошо очень хорошо какие еще какие версии ну вообще давайте поставьте значит актуально ли вам налаживать с ними связь а вот после этого вопроса давайте сейчас тоже поставим десяточку и вот актуально 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 ноль ну сам со всем справляюсь и вообще не очень красоко очень дополнила чувство защищенности замечательно прекрасно прекрасно всем актуально ну вот это вообще здорово ну действительно смотреть одна волна у нас практически наверняка есть люди которые сидят и не все отвечают чате есть свои какие-то мнения мы все уважаем все равно по-любому общая как бы с тенденцией она на ташинка пишет не вижу подсказки что делать наташа вот как раз мы для этого собрались будем сегодня обучаться этому кто-то в начале пути кто-то в середине кто-то уже хорошо знает язык вселенной то есть вот я как бы уже многие будут этим занимаюсь прекрасно считаю знаки и круче какие-то вещи я расскажу но много каналов через что можно получать информацию но самое главное чтобы было желание да и быть внимательным остальные бы потихонечку обучитесь и вот например на данный момент я знаки хорошо да распознаю там и прочую информацию получаю единственное что знаете даже бывает у меня какие-то интересные задачки когда уж очень там закрутят наверху как для тупых объясните ну что вы так закрутили нормально потом объясняет легко так сегодня мы вот это пройдем то есть вот этот первый этап как работает со всем этим вы пройдете сам главное говорю берите дневнички берите ручки и вперед все записываем потому что в конце вебинара уху ах классно здорово эмоций много о чем было вообще не по то есть на поэтому обязательно конске транспект делайте пометочки тезисы у этого сразу подсознание прямиком и все встает и дальше работает ирча каменской наставники помогают сам реализации дают рекомендации подсказки учат жить в этом мире миришь молодец жанночка пишет поводит на новый уровень развития однозначно а и люда тоже не всегда замечаю вовремя знаки именишка гармана наставники духовные учителя ну то есть вот как близко к кому называют итак друзья мои молодцы спасибо вам за такую обратную связь за то что вы активно со мной делитесь своими какими-то понятиями своими какими-то внутренними мыслями вот это очень нам всем важно итак но мы идем дальше и я хочу немножко рассказать вам о мироздании но вы уже подкованные знаете многое информация сейчас о знаниях ну как бы более такого высокого порядка рассыпаны по всей земле только черпай только собирай единственное что сортировать на относиться более спокойно к любой информации наша информация ну одна из наших кстати наших задач вот так души когда мы приходим плотное тело это учиться как раз сортировать зерна от плевел и я также вас прошу как моей информации брать то что вам блескать что вам не нужно ну значит не моё это я отодвигаю таким образом уйдет фигурация да и специально есть специальные такие души по специализации своей у каждой души есть специализация которые вкидывают ну как сказать плохую информацию как она не то что плохая она заводит душу ну как в тупик в некий или например ну дает дополнительные уроки но никто у нас просто так тоже не уйдет в этот тупик это тоже кармически обусловлено человеку нужно пройти эти уроки поэтому его информацию которую я даю принимаете то что вам близко то что откликается то что не откликается не беру и так далее и так далее итак друзья мои значит потому что это что я даю это одна из версий того и информация которая приходит она постоянно изменяется на данный момент кому-то она очень полезна потом она естественно даже то которое я когда-то давала в начале своей пути и книги например я понимаю что нужно уже вот первой книг мою переписывать, да, там и прочие какие-то вещи приходят в нюансы и происходит раскрытие какой-то информации. Так что нормально, это естественный процесс нашего эволюции и прочего. А я научилась слышать подсказки интуица. Вот Оксане наши аплодисменты, давайте мы и поаплодируем, потому что это вот вообще действительно праздник, это... Оксана, а вот очень коротко написать, какие ощущения вот после этого, то есть когда ты понимаешь, что ты это сделал, ты понимаешь вот эти внутренние ощущения. И вот как раз это относится к этому слайду, который я открыла. Итак, друзья мои, в общем, в общем, среднестатистически не для всех, вот все, кто здесь, как правило, они уже на другом уровне. Они уже, знаете, переходят к четвертому измерению и, соответственно, есть очень развитые души, которые уже находятся по своему уровню сознания на пятом измерению. Ага, вот Оксана пишет, это радость, энергичность, гармония. Да, и вот сейчас вот, Оксаночка, сейчас вот тоже, когда вы меня послушаете, да, что нам еще дает вот эта связь с ангелом-хранителем, сами просмотрите, насколько это действительно вам отзовется. Так, сейчас Ириша Каменская, меня мои наставники учат, легче относиться к жизни, играть, увлекаться, радоваться. Это да, это общая рекомендация для всех, и в каждой регрессии, в которой сходишь, техника, да, общая рекомендация от разных наставников, разных религий, разных мировоззрений людей, одна и та же. Но это мы тоже об этом чуть поговорим попозже. Итак, друзья мои, люди, вот еще раз говорю, среднестатистически наглухо запечатаны в своих телах, в тонких энергиях, низких эгрегоров. Связь прервана между тонким планом, домом души, откуда приходит, откуда вы, собственно, и пришли. И вот эта вот связь, она прервалась, ну, как бы, из-за того, что образовалась такая, вот, ну, как на слайдике приблизительно, я нашла, вот, непробиваемо курочками, иду плотно, меру, мы тонкими, тонкими планами. Люди в своих мыслях, намерениях, целях, представлениях, понимания реальности, они отурваны, отчуждены, отсоединены от источника своей силы, света, гармонии и любви. То есть они, как бы, ощущают здесь в большей степени вот те люди, которые наладили связь с своим англом и хранителем, они перестают чувствовать одиночество. Такое ощущение, как будто, знаете, вот, значит, вас закинули, ну, то есть оторвали от родителей, вот вы жили с родителями очень хорошо, вас там все любили, вас там все понимали, вот, знаете, вот на одном дыхании, все, знаете, все вот такие единомышленники, ну, знаете, как вот, хорошая классная семья, да, там вот полные дели понимания, любовь и гармонии, да, безусловная любовь, полное принятие, в общем, все, что происходит, вас оторвали. И, знаете, вот, ну, как хорошие родители, да, они, когда хотят добро своему ребенку, они посылают куда-нибудь за 3-9 земель для того, чтобы он там чему-то научился. Вот точно так же нас воплощение берут, дают нам какое-то тело. Естественно, у нас есть контракт души, мы не просто так тела выбираем под задачи, мы на это соглашаемся, подписываем этот контракт души, там в тонком мире. Кто Майкл Ньютон читал, приблизительно это происходит, так как он описывает свои книги «Предназначение души», «Путешествие души», я по этим методикам уже работаю, все это подтверждается. Однозначно, в следующем, в этом году буду писать книгу про контракт души, как это происходит. И когда мы сюда приезжаем за 3-9 земель, воплощаемся в определенное тело, мы оказываемся в каком-то жутком мире, во-первых, в очень плотном, в соответствии с нашей душой, во-вторых, в этом плотном теле третьего измерения очень трудно услышать свою душу, свойственную душу, очень сложно услышать голос своих наставников, кураторов, которые постоянно с вами, которые день не нужно, они вам помогают, следят за вами. То есть вот это вот, и еще связь с более высокими кураторами. Вообще, высший разум, Бог как таковой, это очень сложная иерархия. И туда входят и как бы все негативные сущности которого, которые помогают нам здесь эволюционировать. У них специализация души такая определенная. И, соответственно, значит, более высокого порядка сущности, разум, уже это высший разум, нам даже не понять, какое там измерение, там уже исчисляется, это десятками, не то, что там у нас там третье, четвертое, пятое. И вот таким образом, когда вы сюда приходите, у вас такое ощущение, как будто, знаете, родители вас бросили, вообще вышли сирота. Кстати, очень многие дети, вот когда сын ко мне пришел сюда, воплотился, он все время чувствовал себя одиноко, в том плане, что он чувствовал, что мы не родные его родители, а как будто его взяли из детдома. Это чувство, ощущение внутри. Кстати, если кто-то это ощущал, тоже, например, напишите, интересно. И вот мы начинаем искать любовь высшего порядка, которую пытаемся ее заменить, значит, родители, да, как бы первые, кто дает любовь. Если не дали родители, начинаем искать отношения. Но мы как раз ищем любовь высшего порядка. Вот эту безусловную, когда там мы купались в этом доме души, и нам все это было хорошо. Когда сюда пришли, любви нету, ты одинок, души не слышим, ничего не понимаем, ничего не чувствуем, безысходность и прочие какие-то вещи. И вот душа начинает как бы пробиваться. То есть если нет этой связи изначально, значит, не бывает этой связи со своей душой, со своими наставниками из-за того, что есть тела, которые очень сложные. Но мы специально их выбираем. То есть эти тела, они достаточно грубые. Они с дестабилизацией нервной системы, с психическими отклонениями и прочими какими-то штуками, ну, разные там, да. Может быть, и совершенно здоров в психике человек, но у него, знаете, такая логика-анализ такая, бубовая. Вот, и с интуицией совсем не дружат, или есть интуиция, но не дружат с ней. Некоторые приходят, говорю, как интуиция? Вот, хорошая. Я говорю, а по интуиции идем? Нет, да, потому что вот логика анализа и прочее перебивает. И вот когда мы приходим сюда, нам хочется вот найти вот эту вот обратную дорожку туда, причем находясь здесь, да, и чувствовать вот эту связь очень сильно. Вот, вот у Оксаны Михайловны тоже было чувство, что было ощущение, что родители не мои. У многих это такое ощущение. Я с детства сам, у меня связь была очень хорошая. То есть, когда я начала осознавать себя как личность, я всегда разговаривала с высшим началом, со своими кураторами, наставниками, и у меня всегда были хорошие ответы. Я задаюсь вопросом, то есть, я владею яснознанием. Мне приходят знания высшего порядка, через разные источники, я это синтезирую, анализирую, и потом выдаю, естественно, там в определенном каком-то формате. Это, естественно, и какие-то книги, статьи, это вот на вебинарах я много рассказываю, и прочее, прочее, прочее. То есть, быстренько их передаю. Естественно, сейчас в основном получаю информацию в регрессии, в тонкий мир, когда ходишь, видишь клиента. Вчера, кстати, сама ходила в регрессию, получала определенные вещи, методики, и так далее. Под разные какие-то задачи. Итак, что же нам нужно сделать? То есть, откуда же у нас вот эта пленочка там образовалась? Как вы думаете, из-за чего? Вот мне интересно ваше мнение. Так, Леночка Черных пишет, такие чувства испытывала одна из моих дочерей. Она даже спрашивала, а не из детдома, мы ее взяли. Да-да-да. Так, Леночка, да, в детстве всегда хотела найти своих родителей. Думаю, что меня взяли в детдом. Ну, смотрите, видите, как очень много таких людей. Танечка Андрееве, я тоже чувствовала одиночество, было ощущение, что это не мой дом. А сейчас все больше людей будет чувствовать, а детей особенно. Значит, давайте напишите, из-за чего вот эта корочка-то у нас образовалась, между тонким планом и тонким. Ну, естественно, ясновидящие разных уровней видят это состояние. Сейчас вообще, кстати, на тонком плане у нас вокруг Земли происходят очень интересные вещи. Вам рассказать, вы не поверите. Ну, я не буду это рассказывать, тоже ко мне, как в центр, знаете, как вот мониторинга стекаются о состоянии нашего астрального плана разная информация. все идет к лучшему, по-любому. Люди начинают просыпаться. Ну, и как раз я сейчас расскажу, что же нам нужно сделать каждому конкретно, для того, чтобы вот эта корочка уменьшилась. Так, из-за негатива Людочка пишет, спасибо, Люда, молодец. Инна, мало знаний. Так, 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 хорошо, молодцы. Пишем, 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 думаем. Так, какие версии? Ну, друзья мои, здесь все просто, на самом деле. Так, так, так. Леночка, это, наверное, специально, что мы бы развивались и шли дальше. Ну, конечно, просто так ничего не бывает. Все это, вот вселенной, вот сразу запишите себе, напоминалку такую вселенной неплохих намерений. Все на наш, для нашего блага, да, а от чего она образовалась? То есть, то, что вы так принимаете, вот эту ситуацию, это здорово, это очень хорошо. Это принятие, высокий уровень, вибрации. Людочка, опыт нужно приобрести, да, да, Людочка нам помогает тоже в этом плане, да, да, раскрыть эту тему, Люда. Денис, вот такой план примет нас, когда мы чист, так, сейчас, сейчас, не вижу тут, ага, там уходит это, чисто или как, да, нет звука? Обновиться надо, наверное. Так, друзья мои, все на самом деле просто. Это наши негативные эмоции, это наше раздражение, это наше чувство несправедливости, то есть, вот, знаете, возьмите любую эмоцию, вот негативную, да, это как раз вот эта улочка, вот эта вот такая пленочка, это от наших вибраций, негативного плана. Вообще, на самом деле, есть вот две, два чувства, и вот страх, и любовь. Все остальное производное, да, есть, ну, любовь, она вообще, вот, ну, там, радость и так далее, радость, чуть повыше, чем любви даже, то есть, вот эта вот вибрация, если по Хокинсу смотреть, по шкале вибрации, а вот остальное все, вот, да, например, чувство несправедливости, например, сейчас в мире творится очень много, если человек сидит, возмущается по любому поводу, или по маленькому, или по большому, без разницы, то он вносит свою лепту, а соответственно в торсионной поле его возмущает рядом лежащее какое-нибудь на диване, как другое торсионное поле, ну, в биополе имеется в виду, да, и у этого человека возникает мысль уже то же самое сделать, подумать, соответственно, может быть у кого-то даже уже действовать, это происходит, знаете как, нагнетание резонанса, то есть один зацепил другого, и это цепная реакция, и пошла, поехала, и Грегор начинает в возмущении, например, все больше становиться, вот представьте, если у нас сейчас на данный момент, ну, к примеру, знаете, вот так вот очень скромно я сейчас возьму, хотя бы миллиард людей, ну, например, возмущаются, да, это я беру скромно, на самом деле, даже вот одна седьмая, если возмущается, миллиард душ, которые сотрясают пространство, они имеют определенную форму, и Грегорную, да, это вот любое возмущение, ненависть, агрессия, и Грегора низшего порядка, и соответственно, они влияют уже на всех остальных, а что делать-то планете, планете живая, она ее начинает трясти, ее начинают, буквально в смысле, вот эти все землетрясения, и прочие какие-то штучки, это все наше рукотворное, это не просто так, поэтому наша задача, естественно, что сделать, друзья мои, как вы думаете, какой вывод там, Людочка пишет, нет препятствий, нет продвижения, абсолютно верно, даже детей, психологию, как правильно обучать, то есть нужно что-то ему давать, чтобы чуть-чуть создавая ему препятствия, то есть если вот он чего-то видит, какую-то игрушку, нужно что-то сделать так, или его немножко, чуть подальше, чтобы оттянуться, чтобы он развивался, или какой-нибудь, чтобы он уже повзрослел, и стал коробочку поставил, встал и дотянулся, или как-то и так далее, конечно, соблюдая технику безопасности, и все такое, тогда только ребенок развивается правильно, так, Светочка, корректировка своей временности развития, да, Света, точно, очень хорошо, Людочка, нам нужно идти на пол золотой середине, к золотому веку, Люда, идем, идем однозначно, и будем там, да, 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 только нужно еще нам более конкретные вещи, так, Леночка, держать равновесие, не ввязываться в негатив, да, нужно состояние спокойствия, состояние Будды, вот мы это так называем, и вот на всех своих курсах, и своих книгах, и на статьях, и везде я обучаю вот этому, вот этому совершенному тотальному спокойствию, не важно, что происходит у вас, рушится там вокруг вас все, да, у вас нет никаких привязок, вы совершенно спокойны, это сознание пятого измерения, это очень высокая стадия развития сознания личности, и к этому нам нужно будет всем прийти, вот, например, я уже этим состоянием практически владею, владею, ну как, практически, почему я еще, вот, знаете, не совсем это уверенно говорю, что у нас все 100%, потому что, есть плотность, плотность сильная, и наше тело, физическое тело, пока что, оно еще, пока, изменяется под новые настройки, но все равно, оно на нас сильно влияет, и если сейчас кто-то сзади меня, например, разобьет чашку, или что-то случится, не знаю, там, разобьется окно, мое тело вздрогнет, это естественная реакция тела, единственное, что мне нужно быстро успокоить это тело, чтобы оно дальше не паниковало, да, это вот, то есть, если я успокою это за 3 минуты, то это хорошее достижение, но все равно я буду реагировать, и слава богу, значит, я еще живая, то есть, мое тело, оно реагирует так, и так далее, то есть, наша задача научиться вот этому тотальному спокойствию, и гасить негативные эмоции, и негативные вибрации, которые приходят с разных сторон, это СМИ, это близкие, это прочие-прочие-прочие источники, а как раз, знаете, как вы гасите-гасите, вот знаете, так уравновешиваете вот эти негативные эмоции, и, соответственно, потом вы уже начинаете распространять эти эмоции, то есть погасилась негативная, да, вот, например, пришел такой муж, вы-вы-вы-вы-вы-вы-вы, а вы такая спокойненькая, да, а вы спокойненькая, И он тихонечко начинает амплитуду движения его занедляться в энергетике. Он становится более спокойный, и все, да, и вот, пожалуйста, вы распространили вот эту позитивную энергию вокруг себя. Вы как светлячок, так раз и успокоили. И вот это одна из наших задач будет научиться вот этому состоянию. Это возможно только тогда, когда вы управляете своими эмоциями, своими мыслями и в контакте с тонким миром, в контакте, правильном контакте со своими наставниками, самим собой, со своей душой, со всеми вот этими иерархиями. И в контакте, главное понимать, вы понимаете, что вы в едином организме. Вы понимаете, что вот вы находитесь в, действительно, вы являетесь очень важной клеточкой всего организма, да, нашего космоса. И что нельзя грызть соседнюю клетку, потому что если вы грызете свою соседнюю клетку, да, даже другого государства, например, да, если вы в одном, то получается, как война между почкой и печенью. В итоге будет всем плохо. И организм, да, как главное действующее лицо, он говорит, что, ну, ребятки, что это вы, да, клеточки-то мои друг друга сжирают. Останется обоим. По карме, конечно, каждому и прочее. Значит, что мы должны еще раз сделать? Мы должны еще стать гражданинами двух миров. То есть вот я своих учеников на курсах обучаю чему? Чтобы как раз они прочувствовали, то есть они одновременно были вроде как и здесь в плотном мире, в то же время очень здорово общались с тонким миром. Представьте, это, знаете, как вот еще такую метафору я вам предложу, как будто, значит, ну, во-первых, вас послали сюда, как я говорила, из вашего дома души, и вы как зазеркалье. То есть вот помните первое, ну, не знаю, это в России было первое, значит, передача была за стеклом. Вот там поселили шесть человек, по-моему, да, они там уже, сначала они как-то там не стеснялись, потом они забыли вообще, что за ними следят, что там толпы стоят снаружи, люди их наблюдают. Это есть, естественно, те кураторы, которые там давали им пищу, там, да, давали им все необходимое и прочие какие-то вещи. Вот они там занимались своими какими-то делами, причем такими мелкими отношениями, чего-то там просто. И вот то же самое, на самом деле, наши высшие кураторы, они смотрят за нами. То есть мы как бы не видим, мы их не ощущаем, да, особенно кто вот не ощущает пока, не знаю. Они-то за нами всегда, это, вы знаете, вот так. И ваша задача, даже будучи внутри этого стекла, не видя их тут, не, допустим, ну, визуализацию, у кого плохо, не может сходить увидеть, кстати, многие увидят, познакомятся. А многие вот мои ученики здесь, которые уже постоянно общаются с ними, 24 часа на связи, советам мудрецов и прочими высшими кураторами. То есть есть такие, даже я девочки смотрю, тут у меня рядышком они. Вот. И наша задача все равно понимать, знать и вот таким образом общаться. А вот понимаете, вот у нас как бы прямой связи все равно с ними, как бы не у всех она есть, да, есть через знаки, через какие-то вещи. Я сейчас слайдик вам как раз переключу, с какими знаками, то есть как это происходит, да. Вот. Сейчас я вот слайд смотрю. И самое главное, сейчас давайте вот по этому слайдику, то есть вот эту корочку мы должны пробить ее сами изнутри. То есть никто за нас вот это не сделает. Вот. Да, цыпленок всегда проклевывают скорлупу сам. Если начать делать за него это, цыпленок, ну, не созреет, ну, не знает сверху курица, когда это произойдет. Ну, когда он проклюнет, вот курица еще может помочь, да, и так далее. Это как то же самое, как куколку из, ну, из которой бабочка выходит, тоже раньше ее нельзя вылуплять и прочее, прочее. То есть только мы изнутри способны и нам сказали на тонком плане вот это сделать. То есть вот эту корочку раскрыть-то наконец-то. Вот. То есть, собственно говоря, когда человек вспоминает, кто он, откуда, зачем он пришел, под какие задачи его сюда спустили, значит, есть у каждого уже свой контракт, то есть предназначение, эволюция, да, вот. И вот таким образом вот это происходит осознанная эволюция, осознанный контакт с тонким миром, со своими наставниками. И осознанное уже конкретное сотрудничество по совершенствованию этого мира. Потому что вот сейчас на данный момент, например, ну, не секрет, что достаточно такие мастера разного уровня, они все работают с тонким планом, они все работают с каким-то каналом, они все чего-то там делают. Я их очень понимаю, я сама занимаюсь этим, у меня есть свои группы, с которыми мы работаем. Я просто не могу раскрывать все, что мы делаем, вот. Но сам смысл тот, что когда, я просто объясню вашу систему, что вы должны сделать. Вот, например, раньше, когда-то, очень несколько тысячелетий там и назад у славян была такая штука интересная. Когда ребенок рождался, до 4-5 лет он должен был вспомнить все свои прошлые жизни. Значит, до 25 лет он должен был вспомнить весь, собрать весь свой опыт, активировать свой опыт, полученный из прошлой жизни, который у него есть, и, соответственно, начать работать по предназначению, по миссии. Ну, прикиньте, что вот даже с тем прошлым мы настолько отстали, вот те, которые приходят ко мне на курсы, у них это происходит. Значит, они начинают вспоминать себя в прошлой жизни, они начинают активировать, потом происходит активация, то есть по мере проработки своих кармических долгов. Мы всегда развиваемся по двумя направлениями. Это первое направление, когда мы, значит, прорабатываем себе личные качества. Второе направление, когда мы прорабатываем, то есть когда мы идем по предназначению миссии, выполняем те задачи, с которыми нас послали сюда, высшие кураторы. Они сами этого сделать не могут, это плотный слишком для них план, и поэтому мы являемся как некими аватарами. То есть вот нас поселили, и вот мы в определенной теле, и мы, соответственно, здесь делаем работу. Так вот, что я хочу сказать-то, что наша задача здесь разобраться сначала со своими задачами по телу, чтобы мы, наконец, перестали бояться и излучать вот эти негативные эмоции. Второе, наконец-то, нужно заняться конкретным делом. У каждой души сюда, еще раз говорю, есть контракт и специализация, и она должна его узнать. Вот, а потом потихонечку, то есть, знаете, как, все равно сразу она, ну, то, вот, сейчас объясню на своем примере. Значит, моя история развития как мастера, она достаточно, как сказать-то, волшебна. А это как в сказке. Знаете, я сидела до 40 лет, как Илья Мурович на печи, а после 40 лет, хоп, вот так меня включили и пошла. И на несколько лет, буквально, да, сейчас мне вот, ближе к 50, даже десятка лет у меня не прошло, произошел огромный рост. То есть, до 40 лет я была никем. Профессия была когда-то получена там, в юном детстве, значит, там, простое строительное образование. Ну, я не работала, я в основном, ну, так иногда перебивалась, какими-то заработками, но в основном я уделяла семье. Дети, муж, внуки и прочее. Ну, ближе к 40 годам, где-то, года за два, наверное, за три, мне стало мучить внутренний голос. Да, я должна кого-то учить, чему-то. Я понимала, что я не могла никого нечем не учить, потому что я сама ничего не знала. Но вот этот внутренний голос мне постоянно говорит, ты должна учить. А я уже стала, ну, то есть, я ложилась с этими мыслей, я вставала с этими мыслей. И я постоянно думала, чего, я не знаю, что это делать и так далее. И таким образом, мне это все подтолкнуло к обретению новой профессии. Ну, естественно, мне попадались определенные книги, эти книги меня, знаете, так вели, вот, знаете, в каждой книге какая-то фраза, и это некий указатель, туда, это, потом беру другую книгу, туда, беру другую книгу, там, или еще какую-то информацию, не обязательно эта книга, туда. Это и есть знаки, это и есть разговор с Вселенной. Если вы мне когда-нибудь, хотя бы 10 лет тому назад сказали, чем я буду заниматься через вот этот промежуток времени, на данный момент времени, я бы никогда не подумала, что я стану психологом, гипнологом, астрологом, значит, напишу 5 книг, ну, это на данный момент, да, у меня будет 2 школы, у меня будет обучающий центр, я буду выступать на телевидении и прочие такие вещи. Понимаете, я бы, вот, наверное, кому-то не поверила никогда, если бы мне это, ну, сходило даже и сновидящий какой-нибудь, я бы в это не поверила. И вот нам тоже не дают вот такие штуки показать, что с вами будет через какой-то промежуток времени. Почему? Потому что у нас мозг не может воспринять вот эту информацию, ну, он сужен очень, поэтому очень важно, кстати, расширять свое сознание. Он начинает лихорадочно считать, рассчитывать, а как, а зачем, а куда, а что. Поэтому нам дают дозировано. Но все равно определенные какие-то вещи вы должны по ощущениям знать, все равно вот контракты души, кстати, у нас на курсах регрессии особенно, они очень, ну, на ЛП, и вот в следующий курсе я как раз буду скоро открывать метафорические карты, то есть, ну, то есть проводить. Вот там очень хорошо мы и начинаем вот с базовых вот этих техник. Кто я? Откуда я? Зачем я пришел? То есть моя уникальность, моя миссия, да, что мне нужно сделать. То есть даже не владея какими-то инструментами более такого точного порядка, в плане как регрессии, например, пошел, посмотрел, пошел там на совет мудрецов, пошел в группу специализации душ, то по даже таким инструментам простым можно найти, как, например, метафорические карты и прочие какие-то вещи. Ну, так вот, друзья мои, вот два направления у нас. Работать над собой и работать за тем, что, в общем, вы сюда пришли с определенной целью. Нужно нам наконец-то разобраться, понять свое какое-то направление, нечетко идти, причем заставит. Сейчас вот давайте следующий слайдик я переключу, как раз расскажу, значит, как же через знаки нас подводят к нашей миссии, к нашей дороге духовной. Так, сейчас на вопросы. Отмечу. Значит, Наташенко пишет, нужно ли сопереживать людям, попавшим в беду или никак не реагировать? Хороший вопрос. Сейчас отвечу, Наташ. Света, легко говорить, а если тебя жестко проводят,